так юпитер будьте любезны с полосочками 1 августа 2020 год харьков 23 05 по киеву практически в зените сейчас находится юпитер и поэтому перемещается даже не по диагонали вижу даже не в окуляр даже просто на мониторчике вижу полосы какая красота и это через облачка была у нас сплошная облачность но сейчас погодка с милости велась в окуляре вообще караулка классно вот уж мы думаю но сплошная абсолютно область здесь было серое небо подожду вышел специально посмотрел на запад вижу что какие-то там прояснения были на закате солнца сквозь этот спрос боже какая красоте так светочувствительность сейчас настройки поставил на самый минимум 125 ладно это все что снимается с таким энтузиазмом сегодня сближение юпитера с луной вот она тринч а разве не краса она тоже через облачка видно облачка но это все же лучше сближение юпитера с луной будет минимальная только потом часом ночи по киеву но к тому времени тоже все будет у горизонта к тому времени то есть совершенно другого будет плотность атмосферы через который придется отраженному свету от юпитера пробиваться я думаю что даже если я буду снимать с утра ничего мне не мешает США в окуляр я даже вижу рядом с юпитером и его спутник поблескивает а тучи находят уже на юпитер ладно пока они еще не нашли на сатурн до юпитера все 25 уже миллионов километров пока тучи не дошли до сатурна где он сатурн должен быть да вот недостаток при этой низкой светочувствительности крайне тяжело находить тусклые объекты сатурн ну вот юпитер а я вижу здесь не получится найти сатурна ну ладно сейчас на других настройках светочеств в действительности тогда буду там то точно вон он все поймался теперь я же еще сегодня сделал небольшое нововведение поставил активный режим подавления тряски отошел сейчас он влезет в кадр наш замечательный Сатурн на экранчике совсем его тускло видно 1 миллиард 348 миллионов километров до Сатурна так сейчас ну ребята это следующий дубль смотрите там я буду снимать но с большой светочувствительностью опа резкости будет меньше ну зато видно будет так это я с резкостью пытаюсь как раз играться с резкостью будет похуже с четкостью изображения но зато гораздо более ярким будет выглядеть Сатурн да нет даже на экранчике но вижу хорошо четко видно кольца ладно полетели к луне слетаем боже какая красота что сейчас я к богу стал обращаться как для атеиста так вон наш давай в одном кадре вас снимем луна луна кстати уже близко к полнолунию между прочим в одном кадре снимем сближение сатурна так что ж ты юпитера и луны не посмотрел на экране хоть это видно а то у меня в окуляр то видно а на экране можете не видать не и на экране видать в левом верхнем углу Юпитер и вот она с повязкой на лице от коронавируса меня а вот и мы вот мы и на луне облака ребята это конечно на земле так пробую рискать хоть хоть как-нибудь с такой облачностью конечно ох сейчас сейчас чуть чуть минутку ждем сейчас чуть поменьше облаков станет и вообще это какого-то уже отдельно стоящего облака отдельно висящее Скоро оно исчезнет Так, а вот он Кругленький, по-моему Проходит Помимо того, что облака движутся Справа налево, у нас Луна движется Облака движутся Справа налево, Луна движется Слева направо Смотри, как красиво Бонус тем, кто дождался Ёлки-моталки Очень классно Плывет атмосфера земля Колеблется вода Активный режим стабилизации Спасибо, вот забыл я И кто мне в комментариях Посоветовал этот активный режим включить И озаботился Тем человек, чтобы Найти, где вообще эти настройки Можно менять Нашел мне видео А посмотрел я На канале По-моему Не Ирокез А Сирокез По-моему Тоже У человека Фотоаппарат Некон Клод Пикс 5000 И он там как раз показывал Насколько стабилизация Хорошо влияет на съемку Меньше дрожания Сейчас вот легкий ветерок есть Но на камере Да, это так не сильно отображается Может это уже как раз эффект И чувствуется Все, ушли облака Сейчас буду снимать Другие дубли Одну секунду Сейчас Только Ой, как красиво У меня в окуляре вообще супер Уилга палки Это вот такой Аристарх Надо же Я на других настройках съемки Его видел Всегда только как кляксу Я не видел, что он Округлый внутри Это кратер Аристарх Будьте любезны Сейчас резкость попробую Опять вам Глаза повыжигать Мозг повыносить Да, вот это Аристарх Один из самых молодых Крайтеров на Луне Ему 60 миллионов лет По-моему Всего-навсего Динозавры как раз вымерли Да, 60 миллионов лет В чем В чем ассоциируется цифра 60 миллионов лет назад Мало что в том времени Помню Динозавры Последнее желание загадали Хотим Посмотрели Как на Луну упадет Астероид Бабах Видели А тут и Ах, кстати Может это и не хохма 60 миллионов лет По версии Прилетел Астероид На Землю Перебив тут Половину живности Изменив климат На несколько лет Или тысячелетий Десятилетий Вполне же возможно Что какие-то кусочки В тот же момент И на Луну Грохнулись Вот 60 миллионов лет Может быть раз К динозавру прилетел Кусочек Аристарх Ладно Все, не могу остановиться Сейчас буду Другие настройки Ставить И снимать 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 Пока у нас чистое небо Кометы уже Снять надежды Нет У меня Комету Нео Вайс Все-таки Я рад Что я ее Запечатлел Хоть как-то Там 11 июля Лады Снимать 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 Снимать